Уже на первых минутах игры Михаил Бучкин распечатывает ворота Витебска. В продолжение периода Химик забрасывает еще две шайбы. По итогам первой 20 минутки болельщики высоко оценили игру новополоских хоккеистов. Я вижу, что хоккеисты новополоские команды доминируют весь период на площадке, активно атакуют, не дают сопернику развернуться в атаке, блокируют их действие еще в средней зоне. 3-0 счет первого периода, результат по игре. Я думаю, что в дальнейшем преимущество Химика будет поддерживаться его игроками и исход положительный для нашей команды, ожидая победы. Мы знаем, что Химика была достаточно длинная выездная серия, но, скажем так, не все игры сложились успешно, так как хотелось бы, когда они ехали по югу Беларуси, это Пинск, Брест, Барановичи. Сегодня принципиальное такое северное дерби двух хоккейных команд, Витебска и Химика, но мы видим, что в первом периоде подавляющее преимущество нашей команды. Очень хочется надеяться, что второй и третий период они покажут такую же хорошую игру. Во втором периоде Витебск поражает ворота новополоских хоккеистов, а завершающая 20-минутка получилась непредсказуемой. Инициатива по ходу периода переходила от одной команды к другой. Как итог игры 5-3 победа у Химика. Главный тренер новополоской команды Денис Туднюк прокомментировал результат игры. В какие-то моменты мы играли собрано. Думали, что можем, как в механической коробке передач. Опустить рычаг на пару скоростей и доиграть. У нас не получалось. Игра была равная, поэтому мы довольны победой. После 44-х игр новополоские хоккеисты занимают четвертую строчку турнирной таблицы, а на первой строчке Аршанский локомотив. Следующий поединок Химик проведет против Могилева 16 марта на домашней арене. Глеб Прокофьев, Артем Табаков, Вектор ТВ.